И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас будет довольно-таки необычный и неожиданный видеоролик, который будет посвящен одному определенному вооружению. Да, я сразу скажу, что это довольно-таки длительный видеоролик, надеюсь, что он понравится, если вы его досмотрите до конца, и это более такое игровое разговорное будет видео, в котором вы сможете увидеть для себя то вооружение, про которое уже ребята многие начинают забывать. Это вооружение Хорнета Гром, вчера на нем у меня получилось поиграть довольно-таки продолжительное время, рассмотреть вообще целиком и полностью данное вооружение, как оно выглядит сейчас, насколько оно круто смотрится у нас в боях, потому что многие ребята после выхода Гаусса начинают забывать про данное вооружение, и не расценивают данное вооружение как ту самую имбу, которая может в любой матчмейкинговой катке, именно в командном режиме, да, я не буду сейчас учитывать ДМ и не буду учитывать Джиггернаута, но в любом командном режиме данное вооружение может спокойнейшим образом занимать 6 звезд у нас в катке. То есть, условно говоря, либо за проигравшую команду вы будете занимать первое место, либо за выигрышную команду вы будете занимать либо первое, либо второе место. В общем и целом сегодня я для вас записал 5 режимов, это ЦП, это штурм, это контроль точек, это захват флага и это конечно же регби. Во всех данных режимах подряд я сыграл 5 боев получается в каждом режиме по одному бою и это то самое чувство, когда я не выбирал бои, я играл все подряд, даже на штурме там будет двухминутный бой, очень эпический, вы его увидите, я конечно же все это дело прокомментирую и за счет чего конечно же нагибает данное вооружение. В чем прелесть? Скажите мне, что я нагибаю на данном вооружении только за счет бустера, да в какой-то степени бустер помогает данному вооружению, но вся прелесть его в том, что за счет овердрайва, который у вас имеется на харке, который отключает резист противника, который отключает броню противника, вы можете на грамме с устройством конечно же кувалда, можете просто очень много наносить урона, то есть у вас хватает с овердрайвом, если не ошибаюсь, 7-8 выстрелов, это довольно большое количество и за счет этого, вот как например сейчас, вы спокойнейшим образом можете разобрать 3, а то если вам и повезет 4 танка спокойно и если условно говоря за 20 секунд у вас получается заработать 60 опыта и при этом еще заработать уже ну как минимум 40-50% к следующему овердрайву, то это очень круто, плюс вы дамажите через купол, ну в общем и целом это просто божественный овердрайв, плюс супер пушка и конечно же ну неизменный и мною вообще самый любимый дрон, который называется бустер. И именно на данном вооружении мы сегодня скатаем 5 боев, я их уже покатал, записываю просто сверху голос, можно так сказать и сегодня попытаюсь для вас прокомментировать все те движения, которые у нас происходили на карте, потому что было уже, было очень много потенциально хороших выдвижений от меня, какие-то супер айкьюшные мувы, да, потому что я хотел реально записать что-то интересное, надеюсь что вам понравится, конечно же забыл сказать если вам вообще понравится данное данное видео, обязательно не забудьте поставить лайк, подписочку на канал оформить, если она у вас еще не оформлена, ну и не забывайте нажимать на колокольчик, дабы видеоролики у вас приходили, как только они выходят, они в то время, когда у вас условно говоря там предложат его. Поэтому давайте плавно переноситься в катку, первый бой, как вы видите у нас именно TDM, я уже тут веду в команде с довольно таки неплохим счетом, 3 минуты до конца у нас остается и это то самое вооружение, которое в данном режиме просто ну реально люто им будет, да, если условно говоря в CTF на данном вооружении потяжелее играть, то здесь все довольно таки ровно и спокойнейшим образом у вас будет получаться зарабатывать большое количество опыта. Поэтому смотрите в чем фишка, я на данном вооружении занимал примерно одну такую вот позицию, которая находится по левому флангу, сейчас вы увидите насколько круто у меня получится здесь прожать овердрайв, или же не сейчас, нет не сейчас, потому что здесь у меня викинг-аджига нагнуло, хотя я уже в какой-то степени хотел прожимать овер, но понимал что сейчас респы пойдут и у меня не удастся там ничего сделать. Вот сейчас опять же я отправляюсь по низу по левому флангу и уже потенциально вижу противника и думаю уже в какой зоне лучше прожать овердрайв. Конечно же я сейчас заеду на базу, расцениваю как отличный заход, понимаю что викинг-аджига сейчас уйдет на респы и в этот момент конечно же прожимаю овердрайв. Вижу большое количество противника и в этот момент понимаю что можно нанести большое количество урона, заработать много опыта и полностью реализовать свое вооружение. Что у нас в принципе и происходит, я убиваю двух, тут уже и мамонт на респ уходит, правда уже овердрайв заканчивается и вы можете сейчас прямо увидеть что опять же с овердрайва я зарабатываю уже 40% к следующему оверу. То есть условно говоря в катке вы можете реализовать ну 4 может даже 5-6 овердрайвов и это то самое чувство когда вы можете на данном вооружении реализовать намного больше оверов, нежели вы будете играть там условно говоря на хантере, на викинге. У вас просто физически не получится реализовать столько оверов, у вас столько не накопится, вы не сможете настолько грамотно их использовать. Здесь у нас катка уже подходит к концу, это первое место, это 380 опыта, почти в 2 раза больше отрыв чем от второго места, стабильная 6 звезд и спокойнейший интереснейший бой. Плюс ко всему этому я забыл упомянуть то что резистов от грома сейчас становится намного меньше, да вот сейчас нельзя это конечно целиком и полностью сравнить с той каткой в которую меня прямо сейчас кинуло. Это вторая катка была у нас Бобруйск ЦП, но по сути после выхода Гаусса резистов от грома в катках в матчмейкинге стало просто намного меньше и реально играть на данной пушке стало проще. Да, ребята может быть думают что блин от Гауса может уже резисты там надо брать или же вообще просто забывают про данную пушку, но это имба, это реальная имба про которую не надо забывать. И все те ребята которые бьют звезды в матчмейкинге, не забывайте пожалуйста про данное вооружение, я понимаю что есть много крутых, но если вы хотите стабильно зарабатывать звезды, без особо лютого какого-то пота и хотите просто быстро заканчивать челлендж, вы знаете и держите себе в голове что есть Хорн это гром и вы в любой момент можете взять его и спокойно зарабатывать звезды. Это у нас ЦПшка, уже прошла одна минута, появился уже у меня первый овердрайв, сейчас если я не ошибаюсь да вот начинается прожать овера и на данной карте я понял что лучше всего прожимать овердрайв именно вот в этой зоне где я сейчас его прожал, потому что по сути весь акцент респов идет на левую зону и противник постоянно смещается в центр вот на эти рельсы. И за счет этого в этой позиции можно отличнейшим образом на данной карте прожимать овердрайв и реализовывать спокойно его. И опять же 40% после овердрайва у меня уже имеется, плюс еще в центре падает овер и в любой непонятной ситуации также можно забрать его и реализовать дополнительный уже овердрайв. Напомню, 5 минут до конца катки один овердрайв уже реализован и по сути сейчас уже будет накоплен второй за 5 минут, то есть вернее не за 5, а за 2 минуты уже будет сейчас у нас на карте второй овердрайв и я считаю что это было вообще просто колоссально круто, достойно и то чувство когда пока что мы в катке реально круто ведем по счету и особо вообще никаких проблем не было. Сейчас происходит вообще самый интересный момент, да, я понимаю что у нас на карте имеется 2 купола, 2 купола есть, я стреляю тупо урон в купол, да, в какой-то степени это было глупо сделано, но я понимаю что сейчас у меня будет уже овердрайв и я вот в этот момент просто начинаю его прожимать, вижу 3 или 4 танков противника и сходу просто вы видите насколько большое количество урона у нас влетает, все эти 4 танка уходят на рез, плюс еще зацепляю овердрайв центра и просто понимаю что я сейчас отрезлюсь и еще один овердрайв. Реализую и уже по опыту вы можете видеть что в 2 раза уже отрыв от моего второго тиммейта имеется, то есть ну это просто крутейшее вооружение, ну реально крутое вооружение на котором настолько кайфово играть. Я вот играл эти катки, я хотел записать реально что-то годное для вас и понимал что это то самое чувство когда ты играешь на вооружении у тебя получается все просто настолько просто и спокойнейшим вообще спокойнейшим образом у тебя идет опыт и ты думаешь блин а зачем тебе вообще менять какое-то вооружение. Здесь хорн это гром который разваливает просто всех противников и напоминаю это не один режим это уже второй режим и это уже цпшка да я пытаюсь сейчас максимально отыгрывать на свою команду дабы ну мы не проиграли этот бой. И пока в принципе все складывается довольно неплохо да есть контроль центральной точки что я и хотел сделать контролить именно ее за счет этого колотить себе опыт отбивая центр. Пока все получалось до поры до времени вы видите по счету мы ведем 3 минуты до конца у нас остается да есть какие-то моменты когда уже кулдаун настигает потому что реально мало меня респят пытаюсь больше сейвиться чтобы меньше уходить на респ чтобы больше опыта зарабатывать тем самым полностью реализовывая свое вооружение. Вы видите что сейчас в катке уже где-то 5 резистов от грома имеется уже не так круто без овердрайва нагибать но в общем и целом все равно получается реализовывать свое вооружение сейчас в этом моменте я понимаю что ну просто глупо прожимать овер когда на тебя уже реально согрелись два противника и по сути это тот самый момент когда мы начали проседать по точкам. дважды у меня не удалось отжать центр и поэтому уже отрыв у противника начинается потому что по сути ключевая точка на данной карте это именно центровая и в этот момент когда я захожу сверху вижу что титан едет за овердрайвом за которым я уже не успею никак подняться имею при этом всем раскладе овердрайв плюс бустер и вы видели сколько много урона у меня удалось выдать с этого овердрайва 6 килов просто легчайших 6 килов у меня получилось заработать и посмотрите сейчас в левый нижний угол уже 70 процентов овердрайва к следующему 20 секунд поиграл плюс там 10 секунд урона без овера у тебя уже 70 процентов условно говоря сейчас иду нарез респуюсь два просто каких-то фрага и у меня уже есть новый овер ну вы понимаете насколько это легко и насколько круто использовать данное вооружение в матчмейкинге реально вообще достойная тема но что касаемо катки то уже у нас начинается реально какой-то турбо слив точка по центру не контролируется ни кем да я уже прожимаю здесь овердрайв дабы раздамажить противника понимаю что тиммейты мои должны просто обязаны выдвигаться на эту точку и забирать ее а я попытаюсь как можно больше урона навкидывать сливаю двух или трех противников здесь еще и четвертого добираю ну и наша точка уходит но все же вы понимаете что когда ты на хорн этой громе подъезжаешь в саму точку это не так продуктивно и не так хорошо работает потому что по сути вы не можете на данном вооружении целиком и полностью контролить саму точку вам нужно больше откатываться вам нужно держать расстояние между противником чтобы спокойнейшим образом наносить вот как например сейчас сплэш урон вы не можете стоять в упор потому что вы будете дамажить по себе и это надо всегда держать в голове и понимать что если вы держите расстояние то у вас на данном вооружении будет получаться все плюс у вас есть хорек с овердрайвом у вас есть бустер который вы можете правильно реализовать но в данной катке нужно было четко контролить точку и за счет этого в данном вооружении у меня не получилось это сделать да безусловно в плане команды сейчас был проигран бой но если расценивать заработок чисто звезд и мою личную эффективность в бою то у меня здесь получилось все сделать почти в полтора раза у меня был отрыв от второго места 500 опыта и стабильные 6 звезд в этой катке следующий бой ctf к отличнейшая просто карта да я думал блин ну куда меня закинет потом когда я увидел брест думаю блин пресс брест зачем мне брест и сейчас обратите внимание на таб в табе один резист от грома и эта карта брест один резист от грома и я понимаю что блин так вы вообще ребята забыли резист от самой лучшей пушки в игре у нас ну и конечно начинается реализация наших бустеров быстрый раздамаг противник потому что я вижу что против играет команда ребята играют с одного клана понимаю что это будет какой-то уже под и нужно уже как-то более грамотно реализовывать не только атакующие способности на данном вооружении потому что я понимаю что харек отлично подходит для увоза но и надо понимать то что такой ситуации нужно постоянно контролить этих двух антеров потому что если я не буду их контролить они будут увозить я отлично понимаю что в матчмейкинге зачастую кидают довольно слабую команду и в таких ситуациях нужно делать самому лично акцент на дэв и отлично контролить противника да сейчас есть просто суперский заход у нас на на флаг есть овердрайв у меня в этом моменте и я просто четко реализую его уничтожая двух противников плюс откатываясь назад у меня есть нетруха которая спадала это просто лаки тайминг в котором мне повезло еще и аптечка то есть вся нарка у меня была и здесь еще с овердрайвом докидываю урон в центр уничтожаю противника и еду уже на доставку первого флага просто очень халявный я бы сказал момент да здесь не было какого-то сверх скилового разноса но в том вообще контексте то что мне повезло сначала с нетрухой потом с аптечкой потом отлично под этот же овердрайв с можно было раздамажить противника с центра все получилось вообще реально достойно и ко всему этому мы еще доставили флаг отличное начало боя по сути на бресте можно увести один флаг и дальше просто сушить и ничего уже не делать да здесь конечно падал голд я особо не хотел там его брать просто подумал что может быть противник сейчас подъедет на год я тогда еще урона раздамажу ко всему этому еще понимал что у меня уже есть овердрайв и сейчас его уже с левого фланга как всегда лучше всего в матчмейки выбирать именно 1 1 фланговое выдвижение можно забирать овердрайв но сейчас заход вообще не увенчался никаким успехом тут уже и стоял hunter который контролил деф и по сути именно он прожимал ту самую ромашку вы видели что там стояло 9 мин я конечно же не ожидал что такое может быть но меня здесь быстро разбирают ну и уже с респа продолжается мой второй заход я отлично понимаю где сейчас находится тот самый hunter а здесь в этом моменте понимаю что у нас стоит за стеночкой викинга смока отличнейший просто выстрел за счет сплэш грома уничтожая его и не совсем грамотно прожимаю овердрайв потому что по сути ну нету смысла его копить оставлять я видел что там были противники которые уже сагрились в какой-то степени на меня и знал что нужно сейчас его прожать раздамажил там троих да чуть чуть не подфартило быстро слился мой овер но по сути с бустером свои три килла это значит 50 ну 45 опыта у меня удалось с этого момента выжить и в принципе ничего такого плохого не было потому что по сути то уже от респов от реп еще раз от респа вся у меня получилось уже 60 процентов овера нового имя то опять же захожу на базу опять же эти мины опять же понимаю что не увенчалась это никаким успехом и сейчас уже нужно играть более аккуратно 3 минуты до конца счет на данной карте 1 0 вполне меня должен устраивать я вижу что противник уже начинает возить флаг есть гром мой любимейший есть бустер и должна была быть здесь полностью отдача урона по флагу я слил 1 чуть-чуть раздамажил 2 и вот в этот момент я просто уже читал что сейчас будет счет 11 но мой тиммейт сказал мне что нет дядя я тебе помогу и все нормально будет он вернул флаг и сейчас в табе вы уже видите что от грома спустя четыре с половиной минуты 5 резистов один резист превратился в 5 хотя по сути я за свою команду особо громов не видел да я вижу вот сейчас что у нас есть еще один гром но против двух громов берут противники уже 5 резистов да они понимают насколько это крутое вооружение насколько она имбовая но не нужно забывать что у тебя есть овердрайв который отключает резист противника который отключает броню противника и за счет этого спокойнейшим образом ты можешь раздамажить любого и полностью реализовать свое вооружение в этом моменте я вообще не знал что делать я видел такое большое количество противника хотел добить сплэш уроном данного хантер остался он просто на минимальную тычку у него ноль хп там оставалось не получилось реализовать свое вооружение ну и уже нужно было больше дефать флаг уже полторы минуты до конца оставалось против ко всему этому команда которая хочет увозить флаг и мне нужно было дефать мне нужно было максимально отдаваться защите своей команде потому что ну понимаю что в матчмейкинге но не будут тебе бросать рандомно нормальные команды с которыми ты смог бы спокойнейшим образом там нагибать да это ничего удивительного и поэтому вернулся в деф помог отбил базу и все в этом моменте тоже довольно грамотно получилось опять захожу на базу опять мины в этом подъеме и опять просто тупо сливаюсь сливаюсь ради того чтобы уже потом принять противника который будет ехать на мою базу есть сейчас прыжок вниз на правую зону есть заход от противника который явно читался в этом моменте и был у меня уже овердрайв я понимал что если что можно будет его реализовать до смещения с правой зоны на левую потому что с правой зоны ну не знаю мне вот привычнее играть по левому флангу потому что я понимаю что с этой с этой зоны можно отлично читать вообще противника и по сути вот с этой с этой левой зоны можно грамотно поражать овердрайв не знаю почему не с правой но мне почему-то более удобно делать это именно с левой стороны сейчас как всегда противник заходит у меня есть овердрайв и отличнейшим образом три танка противника за этот овердрайв потенциальных которые могли бы увести флаг уходят на рез и на этом заканчивается катка в ctf и на бресте одного флага просто достаточно и почти в два раза у меня опять же имеется отрыв от противника 6 звезд 3 катка ну а сейчас вы просто увидите божественную шую катку я запикиваясь в нее даже не мог представить что такое может быть но я как вам и сказал все катки шли подряд я ничего не перепикивал это просто катки по форматам да это не быстрый бой по форматам по одной катке в каждом формате и сейчас у нас карта штурм остается три с половиной минуты до конца после того как я зашел на нее мы ведем по счету да это круто что мы вели по счету я уже сразу же быстренько ставлю флаг и пытаюсь не слиться а максимально много нанести урона по противнику дабы заработать опыт дабы зацепиться хотя бы за 2 звезды в этой катке потому что по сути мало времени и вообще вот если вернуться к теме разговора то что вот многие ребята бомбят то что их бросает вот в такие катки когда остается мало времени я вам могу целиком и полностью сказать что я безумно рад когда меня забрасывает в такие катки да даже если бы я бы проиграл мне все равно приятно то что меня когда закидывает в такую катку сейчас очень ультра момент вы видели да супер мега крутейший тиммейт который мешал мне больше чем противник он дамажил в меня и я не мог реализовать но сейчас просто соточка миллионов айкью момент когда хорн это противник с бустером с громом также сама разряжал в меня овердрайв я прочитал эту ситуацию смог реализовать свой овер свой бустер слив его и опять же его отправив на респ и все потенциально на этом я выиграл момент вы просто смотрите сейчас на счет ставится предпоследний флаг и будет сейчас доставлен последний полторы минуты катка полторы минуты делаю акцент полторы минуты боя 260 опыта за полторы минуты заканчивается на этом бой и я зарабатываю за полторы минуты шесть звезд и потом когда ребята говорят что плохо когда тебя закидывает в матчмейкин в котором остается мало времени зачастую это нифига не плохо это наоборот круто то что вас может подкинуть в катку которой осталось мало времени и если вы потенциально быстро можете реализовывать свое вооружение в котором ну у меня сейчас рядом ну повезло повезло откровенно говоря просто повезло добывает катки ну не повезет вы можете там пикнуться слить но все равно вы быстро можете заработать опыт здесь повезло просто ультра повезло это была катка в штурме полторы минуты второе место да там я вообще не понял как противне вернее тиммейт вышел возможно у нее там крит был этот тайминг но удалось все и за полторы минуты шесть звезд было заработано очень достойно следующая карта это регби это почти доставка первого мяча сходу после минуты катки я уже реально поверил то что у меня получится его здесь доставить но не получилось реализовать регби опять год 2042 в тдм у нас была тоже данная карта там все обстояло довольно таки просто в регби я не думаю что все будет настолько просто но сейчас у нас регби в котором нужно реально вытягивать катку и ни в коем случае ее нельзя проигрывать здесь я пытаюсь отыгрывать максимально корпусом понимаю что ну блин я на харьке увы и ах я сейчас не на каком-то там викинги не на тяжелом корпусе на харьке который можно спокойнейшим образом столкнуть и не получится реализовать его так как можно было бы реализовать какое-то другое вооружение но ничего страшного не вижу в этом моменте уже вижу овердрайв который у меня появляется дожидаясь ддшки а сейчас просто ультра момент от моего тиммейта который решает забрать этот мяч я понимаю что он просто какая-то крыса которая сейчас даже не будет ехать на доставку мяча но у меня есть овердрайв чуть-чуть было я сейчас не обтекался когда прожав овердрайв стрельнул в домик вернее не в домика в дерево но сейчас все получается раскидываю противника плюс вижу что наш тиммейт поставил овердрайв и нужно конечно же этим пользоваться въезжать в овер и вытягивать вообще на свои хпшки за счет этого за счет этого вообще если честно когда играешь матчмейкинговые бои такого характера нужно отлично понимать что за счет тиммейтов которые прожимают овердрайв титана то есть ставят купол если они еще ставят его на вражеской базе нужно понимать что всегда вы можете въехать в него и ну вот сейчас вообще в этой катке ну просто нету харьков до вас никто не может слить ну условно только hunter может выключить ваш овер но это очень большое исключение которое могло бы быть и все вы стоите в куполе и наносите большое количество урона по противнику опять же уже накапливается следующий овердрайв есть противник который разряжает овер в меня удается слить его удается слить еще одного и с овером просто ставим следующий мяч выводим свою команду вперед 2121 уже ведем уже выигрываем смотрим на опыт 16 на 4 по килом 330 опыта 330 опыта спустя три минуты и уже больше больше чем в два раза отрыв от моих тиммейтов хотите сказать мне что это вооружение не нагибает это просто лютейшие ба да безусловно сейчас в этом моменте опять мне скажете что повезло я соглашусь что мне повезло но ребят я катаю катки подряд я не перепикиваю ничего я не то чтобы там записывая видеоролик там 40 раз перепикнул одну катку удачную дождался и только сейчас ее типа там катаю рассматриваю как полноценный бой нет это все катки подряд они все подряд идут и вот настолько все четко получается на дам вооружение опять есть овердрайв есть овердрайв от моего любимейшего титана я въезжаю в купол имею свой овер и наношу просто колоссально большое количество урона по противнику уже 4 танка уходит на респ 5 танк уходит на респ у меня уходит на кулдаун мой овердрайв уже 60 процентов от следующего овера у меня имеется я уходя на респ отлично понимаю то что сейчас я респанусь солью одного противника у меня будет уже следующий овер который я смогу реализовать это уже три овердрайва было реализовано сейчас будет реализован уже четвертый плюс ко всему быстро наносится урон у нас с нашим любимейшим бустером опять титанчик едет на вражескую базу я думаю что блин дядя давай-ка ты сейчас овердрайв еще разочек прожмешь и все будет вообще бомбически круто но вся ситуация в том что в данном моменте противник уже был у нас на респе они тоже везли мяч никого не было и сейчас уже в каком-то моменте за две минуты до конца при таком скользком счете 3 2 нужно было понимать что сейчас овердрайв просто так прожимать уже глупо при том что против имеется хорн это магнум тоже с овердрайвом который меня может в любой момент ваншотнуть нужно было уже более аккуратно действовать своим овером по центру мяч у меня есть овердрайв у меня есть до дэшка я знаю что сейчас противник будет выезжать в центр и вот оно решение которое приносит по сути уже победу в этой катке 3 танка уходит на респ с бустером 4 танка уходит в этот момент с бустером и с овердрайвом харька на респ и сейв мяча в центре означает то что уже по сути момент выигран добиваем титана 5 танков за овердрайв 50 процентов овера уже к следующему именно оверу да овердрайву к оверу ну немножко тавтологии но ничего страшного мяч не скинул в этом моменте не знаю почему не скинул мяч уже как-то в другой момент переключился уже думал как я буду сейвить следующий мяч 535 опыта в этом моменте едет викинг на доставку прожимается бустер не совсем удачный выстрел плюс овердрайв от противника не успел здесь hunter выключить а если бы успел бы я бы обязательно добил бы противника не сумели бы они доставить мяч и за 40 секунд до конца счет 33 катку нужно выигрывать потому что она просто супер удачно складывается есть еще один овер 30 сек до конца овердрайв работает 20 секунд по любому в этом моменте уже нужно прожимать овердрайв даже несмотря на то что у меня уже не было до дэшки обязательно вот здесь надо было прожимать тиммейт уходит на респе я в прыжке также пытаюсь подобрать здесь мяч понимаю что лучше я раздам урон в себя но ничего страшного не будет и тиммейт тот самый титан который в самом первом мне моменте у меня забрал мяч но за счет того что он его забрал и потом поставил купол я все равно выиграл момент выигрывает нам катку и мы выигрываем бой со счетом 43 вот такой вот бой у нас получился я надеюсь если вы досмотрели данный видеоролик до конца то он вам понравился если понравился то обязательно мы будем подобного рода видеоролики выпускать еще как можно чаще обязательно не забывайте ставить лайк подписочку на канал оформлять с вами был ребят мистер ванька спасибо ребят всем за просмотр всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok